Вопросы, связанные со сменой оператора региональных перевозок и эффективностью работы Чебоксарского аэропорта, обсуждали и на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. Предполагается, что никаких проблем, связанных с передачей активов компании Татарстан Акбарсу, быть не должно. Финансовые обязательства по датированию перевозок и федеральный, и республиканский бюджеты выполняют исправно. Единственное, на что просил обратить внимание глава Чувашия, задержки рейсов. К сожалению, такие неприятности происходили с регулярностью, достойной лучшего применения. Рейсы в Москву и Санкт-Петербург отменялись 17 раз, в регионе – 13. Задержки на 2 часа и более зафиксированы 24 раза. Пассажиры нужно заранее знать. Если рейс отменяется, они могут взять билеты, соответственно, другим транспортом доехать. Если, соответственно, рейс откладывается на определенный промежуток времени, кто-то куда-то потом же летит еще, это задержка, все, там билет пропал, здесь билет пропал. Это столько нехороших таких эмоций, так скажем, столько негатива накапливается. А в конечном счете это влияет на деловой климат. Глава Чувашия также обратил внимание на приоритетность обеспечения безопасности пассажиров и их комфорта. В таком виде наш терминал не может, конечно, находиться. Мы вообще отстали по самому зданию терминала. В итоге, кто приезжает, кто улетает, они сразу высказывают. Потому что современный аэропорт, вроде Татарстана возьмем, это совсем другие условия. Такие условия должны быть и у нас. Это на перспективу. Большой плюс с появлением конкуренции стала снижаться стоимость билетов до Москвы и Санкт-Петербурга. С точки зрения Минтранс и Чувашия, работа нашего авиапредприятия не вызывает беспокойства. Все идет по плану. Что касается общей деятельности аэропорта, то на сегодняшний день она прогнозируемая. С учетом дополнительного финансирования, которое по последнему уточнению 18 миллионов рублей позволит, надеемся, закрыть год без убытков. И, соответственно, обеспечить переходный период с января на начало января, новый год и конец января. Действительно безопасную эксплуатацию аэропорта по реагентам, по очистке от снега. Эти суммы позволяют работать в нормальном, таком хорошем режиме. На совещании также обсудили подготовку к празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации. 11 декабря в Театре оперы и балета пройдет торжественное собрание, посвященное этой дате. Увидеть его можно будет в эфире национального телевидения Чувашия в четверг, 12 декабря, в 21 час. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.